Хопкинс крут, что там говорить, 49 лет и деклассировал чемпиона мира по другой версии, забрал пояс, причем так достаточно легко это у него получилось. Показал наличие реакции, скорость, мышление, опыт, в общем, все это при нем. И я думаю, что действительно рекорд Бернарда Хопкинса побьет кто-то очень-очень не скоро. Единственное мне в этой ситуации, конечно, в этом дивизионе жалко немного Сергея Ковалева, который будет это все наблюдать со стороны, потому что там идет все к тому, что будет объединение поясов и Хопкинс должен будет встретиться, я думаю, с Адонисом Стивенсоном, канадцем. И, в общем-то, есть такая ситуация, когда чемпион, собравший все пояса, становится абсолютным чемпионом. Считаться абсолютным чемпионом, не владея WBO, который у Ковалева, ну, как-то не совсем правильно, наверное, уже в нынешней ситуации. Ковалев является, по мнению многих, и, по моему мнению, действительно сильнейшим в этом дивизионе, он крушит всех. Мы все помним, что он сделал с последними соперниками, и он просто проходит по ним поездом, а ему фактически не дают боксировать с сильнейшими. Будем надеяться, что потом победитель поединка Хопкинс Адонис Стивенсом встретится с Ковалевым, и тогда это будет, в общем-то, абсолютный чемпион сразу по четырем главным версиям. Но ближе всего к этому, конечно, наш Владимир Кличко. Вот он может стать абсолютным чемпионом. Единственным, на сегодняшний день нет абсолютного чемпиона ни в одном из дивизионов. Вот он может стать, если встретиться с победителем Ореола Стиверн по версии WBC.